Дамы и господа, только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии, господином Виктором Орбаном. Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог. Как и в ходе многих предыдущих встреч, у нас состоялся действительно полезный, откровенный разговор, как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и, естественно, по острым вопросам международной и региональной повестки дня, включая, безусловно, ситуацию и вокруг. Ну вот так вот подкашливая, российский диктатор рассказывает о встрече с Орбаном, о том, почему Орбан нынче называет себя миротворцем и чего реально добивается Путин, говорим сегодня с главой благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Я очень рада вас приветствовать на нашем стриме, спасибо, что вы присоединились. Говорим сегодня, вот Венгрия, с одной стороны, идет на диалог с Украиной, идут между нашими странами дипломатические коммуникации, и с другой стороны, диалог с Россией также не прекращается. Вот как вы оцениваете нынешнюю позицию Венгрии? Ну, начнем с того, что Венгрия на ближайшие полгода возглавляет Евросоюз, собственно, как это принято. И поэтому Орбан внезапно взял на себя функции, которые вообще-то не предполагает председательство в Евросоюзе. Он начал говорить с Путиным, в том числе от имени Евросоюза, не от своего собственного имени, и в том числе от имени НАТО. И он уже сейчас собирается общаться со Столтенбергом и говорить с ним об итогах своего визита и в Россию, и в Украину. И Евросоюз сейчас, собственно, подчеркивает специально, что никто не уполномачивал Виктора Орбана говорить ни от имени Евросоюза, ни от имени НАТО, поскольку, естественно, все его, судя по всему, действия, переговоры были полностью согласованы, судя по всему, именно с Владимиром Путиным, у которого действительно поменялась очень сильно стратегия. Обратите внимание, сколько он всего рассказал за последние дни. Он рассказал, что готов был к миру в момент начала войны, и что он отвел войска российские от Киева, потому что он договорился с Евросоюзом об этом, а Евросоюз его обманул. Ну, совершенно понятно, что мы с вами понимаем, и все понимают, наверное, первый признак того, что Путин врет, да, он открывает рот. Поэтому верить Путину здесь совершенно бессмысленно, бесполезно. Если бы это было хоть немного так, если бы это было бы результатом именно стамбульских договоренностей, об этом бы знали другие участники стамбульских договоренностей, кроме Путина. Ничего подобного, конечно, не происходило. И сейчас Путин демонстрирует не свое желание мира. Нет, конечно, Путин не хочет мира. Он демонстрирует свое желание начать переговорный процесс. И заниматься переговорным процессом настолько долго, насколько ему это понадобится. Для отдыха своих сил, для того, чтобы определиться со стратегией, для того, чтобы привыкнуть к новым экономическим впечатлениям российской экономики, и от новых санкций, и от новой конъюнктуры, и для того, чтобы, собственно, вообще определиться, что 30 тысяч потерь на фронте с российской стороны, по крайней мере, такие цифры дают несколько источников, включая Институт изучения войны, это все-таки в течение нескольких месяцев, это ту матч даже для Путина. Да, пока Россия их не замечает. Но это много, это слишком много, даже для вполне себе кровавого Путина. Ну и, конечно, Путин видит усталость от войны не только в Европе и в Америке, и в Украине, что его только радует, но и в России. И он понимает, что надо менять пластинку. И хочется выгодить ему не то чтобы голубем мира, а человека, который предлагает, собственно, все. Ведь западный избиратель, как и любой другой избиратель в мире, он не читает дальше заголовков. А Путин работает на заголовок. А заголовок такой, что Путин предлагает условия перемирия. А злые украинцы не соглашаются. А что ж такое-то? Почему же такое-то происходит-то? Никто же не считает дальше заголовка. Или, во всяком случае, нужно, по крайней мере, далеко не нейтральные, а прилагательные, что Путин ложно предлагает абсолютно невозможные условия для перемирия. Даже для переговоров. Абсолютно невозможные, невероятные, унизительные и ни в коем случае неприемлемые условия. Ни для кого неприемлемые. Ни для Украины. Ни даже, я думаю, для Орбана. Ну вот, среди тех условий, которые предлагает Путин, вообще для начала переговоров, Путин говорит о том, что нужно выполнить его условия. Среди них, в том числе и отмена всех санкций. То есть, правильно ли я вас поняла, что Путин, вот, все эти, готов начать мирные переговоры, если Украина выполнит его условия, и потом он будет эти мирные переговоры вести столько, сколько ему будет необходимо, и в какой-то момент можно сказать, извините, мирные переговоры не сложились, поэтому мы начинаем новый этап. Вы знаете, даже нет смысла это особенно обсуждать, поскольку ни Украина, ни Европа, ни Америка не согласится и наполовину его хотелок. Естественно, потому что помимо отмены санкций, а это дело рук Евросоюза и Америки прежде всего, да, и они санкции не собираются отменять, они вообще только собираются их вводить дальше. Это же еще и отдать Путину территории, на которых еще и не ступало много русского солдата, слава тебе Господи. Да, всю Херсонскую область, всю Запорожскую область, это что, это условия для переговоров? Ну, конечно, нет. То есть, и никто с этим не согласится никогда. Несмотря на то, что, конечно, сейчас все заняты собственными выборами, и Америка занята собственными выборами, и Франция занята собственными выборами, вот-вот в Германии начнется предвыборная кампания, все равно, все равно, все понимают, и всех ослабло, естественно, ослаб интерес к жестким, к резким, к реальным, к эффективным поставкам в Украину, к решению эффективного проблем Украины, закрыть небо, да, поставить оружие, в конце концов, да, пустить иностранных солдат, сейчас не до этого, потому что выборы, 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 и все будут решать, на самом деле, все проблемы военные уже после ноября, по крайней мере, после американских выборов. Но это ноябрь, это ноябрь, еще должно пройти 4 месяца до ноября. И эти 4 месяца, как я понимаю, Путин хочет провести вот примерно в таком вот вялом бомбинтоне. Если говорить, возвращаясь к Орбану, его визиту, сложилось вот такое впечатление, то, о чем вы говорили, что Орбан, он ощутил вот какую-то власть такого нового масштаба после начала председательства в Совете ЕС. Как вы сказали, вот эта должность, она же чисто номинальная. Вот активность венгерского премьера, он называет себя миротворцем нынче, действительно, вот после этой встречи с Путиным. Какие цели, по-вашему, преследует венгерский премьер, вот для себя лично? Вы знаете, это довольно смешно говорить, но Великая Венгрия. Поскольку, да, у венгров есть своя, собственно, историческая травма, травма начала 20 века, собственно, распад Австро-Венгрии, Большой Венгрии, так что венгры остались вдруг в маленькой стране, а была большая империя, как же так? Все равно это национальная травма в любом случае. А правый популист Виктор Орбан, он, собственно, занят строительством Великой Венгрии. И делает это совершенно под Путина. Путин строит Великую Россию, которая поднимается все время с колен, все время поднимается и поднимается, такая физзарядка у нее. Вот Великая Россия строит брат Путин, а вот брат Виктор строит Великую Венгрию. И они идут по этому поводу совершенно голова к голове. И ведь у них очень во многом схожий стиль. Кумовство в Венгрии, коррупция. Есть прекрасная книжка про венгерскую мафию. И тоже те же самые нарушения на выборах. Во многом, во многом в Венгрии идет голова к голове с Путиным и повторяет это. И, конечно, венгрия, которая периодически блокирует решения Евросоюза, которые идут на пользу Украине, делает он, конечно, в поддан фарватере политики Путина. Пока его совершенно невозможно обвинить в том, что он за это, например, получает деньги. Потому что многие очень ищут ту сторону. И пока, пока таких вот прямых каких-то счетов, переводов, доказательств, ничего этого нет. Очень похоже, что это его убеждение. Что это он искренне считает, что и Венгрия, и вся Европа должна следовать за Путиным. Да и на всю Европу, на самом деле, по вашему счету, наплевать. А вот Великая Венгрия. Ну, собственно, вот этот популизм, он обычно нравится избирателям. Собственно, можно посмотреть на Россию. Как только политик заговорил о величии своей нации, о величии своей страны, ну, тут уж, да, пиши пропало. Как вы считаете, вот исходя из той риторики, которая была у Орбана все это время, и разговоры о том, долгое время обсуждали все-таки, будет председательствовать Венгрия в Совете ЕС, не будет, в итоге дали ей такое право. Было же предсказуемо все же, что Орбан начнет вести себя подобным образом? Это было предсказуемо. С другой стороны, ему же не дадут, Евросоюз — это не Венгрия и не Россия, ему не дадут зайти за красные флажки. То есть он может сколько угодно туда, наоборот, заходить, просто вместе с Европой с ним не пойдет. А вот проверить, что там, ну, хорошо, давай посмотри, Виктор, потом нам расскажешь, что там. Какую душу-то увидел в глазах Путина, заглянув в эти две маленькие булавочки. Но в любом случае, в любом случае, это было очень познавательно. Это был очень познавательный визит, вообще была познавательная неделя, мы очень много всего узнали. Мало того, что мы узнали, что у Путина в голове сложилась теперь картина мира, что, оказывается, истамбульские протоколы, истамбульские договоренности были про то, что Путин вообще уходит с Украины, отводит войска, и на это настаивал Евросоюз. Какой сюрприз. Мы еще увидели явно совершенно, явно нездорового Лукашенко. Это тоже очень большая интрига, в том числе в войне, поскольку мы с вами видим два с половиной года, как Лукашенко, несмотря на всю свою очень малосимпатичную сущность, вполне себе законченного политического мерзавца, тем не менее, как он старается все-таки не вступать в войну и пытается увезти Белоруссию от войны. И мы увидели в Астане, насколько он плох. С одной стороны, с другой стороны, на эту встречу случайно заехал генотек ООН. Тоже очень интересно. Очень любопытно. Понятно совершенно, что ООН – это совершенно, не знаю, организация-скапец. Совершенно организация, ну, не представляющая ничего интересного, которое не может ничего сделать ни с войной, ни с пытками, ни с беженцами. Но, тем не менее, пользуется какими-то остатками репутации. Поэтому все это очень любопытно. Почему приехал Си Цзиньпинь? Ведь он же не выступает свадебным генералом. Он же, да, он посидел за столом, как свадебный генерал, и уехал. Но ведь что-то было на самом деле другое. С каким-то другим приехал посланник. И вот вишенкой на торте вот эта вот челночная политика Виктора Ормана, который поехал сначала к Зеленскому, потом к Путину. И сейчас к Столтенбергу. То есть мы с вами видим, что происходят какие-то вот на этой неделе очень и очень интересные тектонические, я думаю, сдвиги. Мы их с вами видим, мы их ощущаем. Но пока еще не можем описать, поскольку вот эти тектонические сдвиги, они пока вот плиты друг на друга нашли, и они движутся. А к чему это движение приведет, мы пока не видим и не знаем. Мы еще недостаточно можем оценить даже, собственно, направление и цель этих сдвигов, но они есть. Они есть. И мы не можем сказать, что целью этих сдвигов является война. Мы не можем сказать, что целью этих сдвигов является мир. Но мы можем сказать, что целью этих сдвигов являются переговоры. Переговоры с самыми разными целями. И вот про эти цели, я думаю, что мы все узнаем буквально этим летом, наступающую жару. Мы с вами поймем, что на самом деле хочет каждая страна. Ну, вы знаете, то, о чем вы говорите, меня тоже немножко удивляет. Последние заявления разных стран о мирных площадках, о готовности к мирным переговорам, о посредничестве и так дальше. Мы об этом обязательно поговорим во второй части нашей беседы. Серьезный и честный разговор между двумя министрами иностранных дел был бы весьма важен после неожиданного и несогласованного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Это заявление МИД Германии, буквально последнее после неожиданной отмены венгерской стороны визита Аннелены Бербак в Венгрию. Она должна была встретиться с Петром Сиатра. Это вот такое нежелание Орбана делиться со своими европейскими коллегами так называемыми вот этими миротворческими планами, в кавычках. Или о чем здесь идет речь? Почему отменили визит министра иностранных дел в Венгрию? Почему отказались? Да, причем отменили это, в общем, венгры, то есть приглашающая страна. То есть это, в общем, даже и, прямо скажем, за гранью приличия дипломатического протокола. Да, и в последний момент, действительно. И, в общем, это не то чтобы дипломатический скандал, но это скандал, это оскорбление, естественно. И я думаю, что здесь надо ждать результатов того, что в конце концов выйдет из Виктора Орбана, как он это сам объяснит. Потому что то, что визит отменен, вот такой высокий визит и в последний момент, это, конечно же, результат встречи Путина и Орбана. И это одно из прямых последствий. И, видимо, какие-то вещи связаны с Германией. У Путина, конечно, очень много личного Германии. И несколько раз уже бы с его стороны поступали и угрозы в сторону Германии. Ну, посмотрим, посмотрим. Конечно, нынешний канцлер Германии, прямо скажем, не орел, мягко говоря. Но это же может и измениться. Скажите, а как вы думаете, вот нынешние выборы во Франции, и если вдруг Марин Ле Пен все-таки будет у нее большинство, она сформирует большинство, станут ли теплее отношения у Франции и России? И чего тогда ожидать между Францией и Германией в таком случае? Ну, вы знаете, опять-таки, я думаю, что будут работать довольно долго еще просто демократические механизмы, которые построены в одной из стран, которые... Эголите, фротерните, это невозможно, да, совершенно, либерте. Это совершенно невозможно представить себе, что во Франции изменится вот этот вот демократический механизм. Да, это важно. Роль личности очень важна. Важна, какая это Франция. Франция де Гори или Франция Ширака. И, конечно, Франция Макрона, она в любом случае будет сильно отличаться от Франции Марии Ле Пен. Но механизм он останется, и, по крайней мере, некоторое время еще будет работать, если Мария Ле Пен не собирается его сломать. А я не думаю, что она собирается его сломать. Конечно, возможная победа Марии Ле Пен. И я напомню, что все-таки это человек, который очень долго танцует танго за деньги вместе с Владимиром Путиным. И, то есть, здесь нет сомнений, что партия Марии Ле Пен содержалась очень долго. И, возможно, содержится до сих пор, потому что сейчас мы про это не знаем точно. А то, что содержалось много лет за счет денег российских налогоплательщиков и денег Путина, это совершенно точно. И там был вот такой политический роман. И Ле Пен приезжал неоднократно к Путину. Конечно, это будет про путинская победа, про путинская партия. Я думаю, что Путин очень много вкладывает в победу правых во Франции. Так же, как он очень много вкладывает в победу правых в Германии. Альтернатива для Германии — это, конечно, партия, которая поддерживается Путиным. И вот все эти, все крайние партии, все радикально крайние партии, они очень много лет связаны с Путиным. Ну и, конечно, в этом случае, если... Я, на самом деле, слышу очень много комментариев, гораздо более профессиональных, чем мои, о том, что ничего страшного. Ничего страшного, что механизмы выдержат, что все равно есть противоядие, что в любом случае не будет резкого поворота, и все равно Франция будет поддерживать Украину, не будет поддерживать Путина. Я слышу эти экспертные комментарии действительно профессионалов-политологов, но я не вижу в них ответа на вопрос, собственно, почему. Собственно, почему это должно произойти. Ну да, есть очень большая опасность. Поправение всей европейской политики, она уже происходит. Она уже происходит. Достаточно, собственно, посмотреть на итоги выборов и в Европарламент совсем недавно, да, и в Словении, и посмотреть на того же Виктора Орбана. И сейчас, конечно, все внимание будет сосредоточено на Франции. Мне кажется, что эксперты, которые говорят, что ничего страшного, меня как-то не очень убеждают. Все равно не страшновато. Вы знаете, я с вами абсолютно согласна, но здесь так же, как по мне, то пока что действительно неизвестно, какая позиция будет у Липен. То есть мы все-таки ждем еще второго тура этих... Прошу прощения, прошли. Вот второй тур прошел, и мы все-таки ждем, сформирует ли действительно Липен большинство, какие будут настроения вообще у самих французов. И исходя из этого уже можно будет смотреть. Потому что мне кажется, что ну уж совсем какая-то пророссийская риторика ну во Франции вряд ли зайдет. Ну да, не пройдет. В любом случае не пройдет. И я думаю, что это голосование было не прорусское, а это голосование было, конечно, антиэммиграционное. Естественно. Еще сегодня очень интересное заявление прозвучало от Турции. Их министр иностранных дел Хакан Фидант сказал, что необходимо создать платформу мира, которая предотвратит углубление поляризации, будет иметь высокое качество участия и представительства, и будет отдавать приоритет дипломатии. Вот исходя из того, что Турция была среди стран, которые подписали финальное коммунике по украинской формуле мира. О какой сейчас платформе идет речь, как вы считаете? Ну вообще Путин от отдела Нардогана от Нобелевской премии мира за урегулированный конфликт с Украиной. Явно совершенно Нардоган на это дело претендовал, но так как между Турцией и Россией все время возникают какие-то торговые войны, торговые войны, финансовые войны, что-нибудь еще, вот сейчас как раз такой период охлаждения. И буквально только что вот Эрдоган был главным миротворцем, и вдруг поменил друг Виктор. Друг Виктор Орбан. И, в общем, Эрдоган такой стоит... Минуточку, здесь же вас не стояло, здесь же я стоял. Я же миротворец, я же переговорщик главный с Украиной. Виктор, уйдите! А нет, а место занято, и тем более Виктор гораздо больше нравится Путину, чем Реджеп. И поэтому Турция сейчас предпринимает некие усилия, чтобы дернуть одеяло на себя, вернуть интересы расположения Путина, строить платформы, еще что-то. Но пока Путин холоден, Кису обиделась. Киса на что-то обиделась, что-то с деньгами они, как обычно, не поделили. И Киса теперь демонстрирует холодность к своему турецкому партнеру. Но посмотрим. На самом деле, вы знаете, как ни странно. Как ни странно. Конечно, к политике, и особенно сейчас, очень близок спорт, особенно футбол. Сегодня вечером, в субботу, в субботу Турция играет в четвертьфинале. Она вообще будет забавна, если Турция станет чемпионом Европы. Мне кажется, это очень сильно повлияет на политику. Вряд ли это случится. То есть шанс на это приближается к нулю. Но тем не менее, чем черт не шутит. Вот это будет новая роль Турции в Европе. А как это может повлиять на политику? Ну, вы знаете, Турция уже очень много лет, очень много лет хочет стать членом Евросоюза. И, судя по всему, лет 30, если не больше. И все время стоит в очереди. И сейчас уже даже особо не поднимается этот вопрос. При всем при том, что Турция член НАТО. При всем при том, что, видите, турецкая команда, это чемпион Европы, считается Европой. При этом, в общем, Турции нет. Никакого шенгена, никакого евро. Ничего этого нет. А это такой все-таки довольно серьезный шаг в Европу. В конце концов, в той же Германии самое главное мигрантское население – это именно турецкое. То есть на первом месте Германию населяют немцы, а на втором месте турки, как ни крути. И это очень большая часть миграционная. Это очень большая часть и проблемы, и решений в том числе. С одной стороны, есть проблемы с миграцией и с встраиванием в жизнь. С другой стороны, турки, ну, не знаю, Пфайзер изобрели и так далее. То есть вполне себе интегрированные в европейское сообщество. И Эрдоган, который идет в последние годы по пути все-таки радикализации, Турция была гораздо более светская страна. Она была сейчас светская, но она была гораздо более светская, чем сейчас. Я напомню, что, собственно, Святая София, теперь полностью там закрыты немусульманские фрески. И это Айя София, и это мечеть. И, в общем, есть нетерпимость и к другим религиям, и к мигрантам. Есть и политическая нетерпимость к политическим мигрантам. В конце концов, давайте не будем забывать, и аресты в Турции политических противников и так далее, и так далее, и так далее. И огромные сроки, которые дают Турции политическим противникам и журналистам. Все-таки Турция пока довольно далека от требований к вступлению в Евросоюз. Поэтому, конечно, если турецкие футболисты станут чемпионами Европы, ну, это будет очень символично. И мне кажется, что это будет так очень хорошая иллюстрация к тому, что у Европы есть очень много новых вызовов, в том числе радикализация, поправение, нетерпимость и так далее, и так далее. Новые вызовы. Знаете, еще одна страна, Болгария, также сообщила о том, что на ближайшем саммите НАТО она инициирует мирные переговоры между Россией и Украиной, и готова выступить посредником. Но, мне кажется, у нас сейчас вопрос не стоит в отсутствии посредника. Больше в том, что Россия базово предлагает не мирные переговоры, а именно капитуляцию. Вот как по-вашему, является ли такая риторика своего рода политическим давлением на Украину? Ну, конечно, является, поскольку... Ведь какая ловкая идет подмена понятий. Ведь Путин предлагает не мир, совсем не мир. Путин предлагает переговоры. А выглядит это так, как будто Путин предлагает мир. Нет. Путин предлагает сдаваться, Путин предлагает оккупацию, Путин предлагает совсем другое. Он предлагает не мир. Слово «мир» — он говорит мирные переговоры, но переговоры здесь ключевое. О мире речь-то не идет. О мире речь-то не идет. В конце концов, никто, кроме Путина и, наверное, еще Орбана и товарища Седова об этом промолчит. Никто же, например, в мире не станет спорить с тем, что, ну, например, Керченский мост — это законная военная цель Украины. Хотя Путин говорит, бьет себя, ну, это наше, это российское, это Крым наш и все такое. Нет. Это законная военная цель. И чтобы там не хотел Путин дальше оккупировать, то все будет дальше законной военной целью. Поэтому это не предложение мира. Это предложение переговоров о переговорах. Никакого мира там нет. Ольга, я очень благодарна вам за наш разговор, за вашу аналитику, за то, что вы присоединились к этому стриму. Глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.